Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет на обзоре пиво Эсса. Я уже делал как-то обзор на это пиво на старте канала, так что сегодня у нас, можно сказать, рубрика 2024. То есть перепробуем это пиво в 2024 году, посмотрим, насколько оно хорошее, насколько интересное, в целом, насколько интересно его пить. Ну, конечно, все, я думаю, понимают, что это такая вот какая-то, наверное, немножко подростковая какая-нибудь штука. Она такая, по идее, немножко сладенькая, немножко какая-нибудь такая с повышенной какой-то алкогольностью, 6,5 здесь алкоголь, опять же. Посмотрим, посмотрим, как она пьется сегодня, на сегодняшний день. Температура у меня где-то будет, короче, минут тоже 40-50, как доста на пиво из холодильника, соответственно. Сами прикидывайте, сколько, ну, где-то, я думаю, градусов 13, что-нибудь в этом ключе 13-14. То есть не горячая, не холодная, то, что надо, как по мне, именно для дегустации. Производит у нас все это дело АБНБФФС, покупал все в пятерочке, ценник около 70 рублей, там буквально 2-3 рубля какая-то разница. Непонятно, кстати, с чем она была связана, но тем не менее. Я, кстати, не уверен, что я все пробовал. Помню, вот этот мне раньше понравился, лайм и минт, но в свое время он менее такой сладкий был. А вот насчет этих не уверен, пил я их, не пил. В общем, сегодня проверим. Крышки у нас везде откручиваются, что является плюсом. Предлагаю, в принципе, начать с дегустацией, да, уберем пока эти бутылочки, с чего начнем. Ну, мяту мы оставим напоследок. У нас здесь, соответственно, дыня клубника и апельсин вишня. Давайте все-таки, наверное, с клубники начнем. Вот это я, по-моему, точно не пил. Сейчас, собственно, проверим, что нам тут производитель надел. О, аромки сразу поперли, аромки очень мощные. Сейчас составчик зачитаю, после того, как налью. Ну, выглядит как какой-то напиток, в принципе. Давайте дольем. Какой-то напиток, какая-то газировка, что-то в этом ключе. Здесь очень крайне неплохо читабельный шрифт. Он чисто вот на вот этой штуке, мелкий, бликует все это на свету еще, короче, ужасно. Экстрактивность начального сусла 16,8, если я правильно вижу. Да, 16,8, алкоголь 6,5. Сейчас я найду состав. Вода питьевая, солод пивальный, чменный, патока карамельная, сахар, хмель, регулятор кислотности, кислота лимонная, концентрат пурпурной моркови, ароматизаторы пищевые. В принципе, все, я думаю, здесь примерно будет одинаковый состав. Тех характеристики, думаю, тоже. Там особо заморачиваться не будем. Ну, так, я, конечно, прокляну их, мало ли чего-нибудь там интересного. Ну, как видим, да, естественно. Здесь у нас нет никакой ни клубники, ничего, никаких там естественных добавок. То есть, аромка очень мощная, вот это вот ароматизаторы прям, как, я не знаю, ну, это вот как раз вот дешевизной, да, какой-то отдает. То есть, вам сразу кажется, что это вообще какая-то, ооо, такая ароматика едкая прям, такая прям клубничная-клубничная, напоминает какие-то вот из детства, из моего вот эти вот, всякие зуки, юпи, там, вот это и прочее. Когда я их там разбавляю, что они тоже там ароматизаторы были, и они тоже пахли вот так вот сильно. Не так, мне кажется, даже это ярче пахнет. Еще там можно вспомнить всякие вот эти просто лимонады там тоже, да, той эпохи, именно вот самые вот дешевые. Они почему-то всегда были такие максимально такой яркой ароматикой. Так что здесь прям вот клубника несет, ну, прям такой клубникой, который ты понимаешь, что, ну, это не натуральная какая-то история. Так ты, если даже ведро клубники поставишь, с нее не будет такого ароматики. И она прям жвачки еще, вот почему-то у меня есть ассоциации тоже из детства. Больше вот таких какие-то ассоциации, ассоциативный ряд. Ну, что, давайте смотреть, пробовать. В принципе, она на газировочку так и смахивает. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, кстати, на вкус, наверное, не так, на аромат хуже, чем на вкус, как говорится. Во вкусе такой немножко даже чувствуется, что, в принципе, здесь есть какая-то пивная основа, что-то чувствуется от пива. Оно немножко такого, плюс какой-то газировкой, как будто все это дело приправили. Но главное, что именно очень сладкая, вот очень мощной сладости. Я, кстати, не вижу в этом пиве. Да, конечно, чувствуется сладковатый сиропчик, но и чувствуется вот такой немножко кисловатый какой-то оттеночек, как раз вот напоминающий, наверное, какие-то фрукты или что-то такое. Понятно, что все здесь, естественно, дыни я здесь вообще никакой не вижу, ни в аромате, ни во вкусе, соответственно. Тема очень специфическая, плюс лично я такое точно не буду покупать. У меня вот даже зубы немножко уже сводит. Очень много сахара, а не знаю, как у вас, но у меня вот от такого вот, от таких напитков, которых прям очень много, ну, которые сладкие, у меня просто голова потом болит на следующий день. Ну, то есть сахар лишний как-то, неприкольно. Ну, реально она вот все-таки во второй глоток сделал, уже вот аж по зубам немножко сводит. Но, наверное, как такая молодежная тема, в принципе, вполне себе можно рассматривать. Давайте вот здесь ее поставим и перейдем, соответственно, к следующей позиции. Это у нас апельсин-вишня, тоже 6,5 алкоголь. Сейчас быстро проверю информацию, если что-нибудь интересное зачитаю, нет, так нет. Ребят, посмотрел информацию, здесь единственное, что указан ароматизатор апельсин-вишня. Все, то есть там было без конкретики, просто ароматизаторы какие-то. Здесь указан конкретно апельсин-вишня. Все, все остальное точно так же, тоже там сахар, солод, вода, естественно, хмель и все прочее аромочки. Сок этой морковины, я так понимаю, он используется для, ну, для окраса, для того, чтобы пиво приобретало такой вот как раз красноватый какие-то оттенки. Что-то меня просили вот, типа, вот так вот отодвигать, ну, не знаю, вроде так все в целом вокруг одного пива у меня. Так, в общем, оранж, соответственно, апельсин-вишня. Ну, я думаю, здесь вишня будет доминировать 100% в аромках. Блин, ну, такие ароматики прям, ну, вот прям вообще не кайфовывают. То есть, ну, совсем уж переискусственные, перехимичные. Ну, правда, благо, наверное, все-таки такой напиток подразумевает, что вы его открыли и с горла пьете. Соответственно, аромки только там у вас где-то далеко. То есть, вы не погружаете нос, да, в бокал, соответственно, в этот. Аромки, скорее, создают здесь такой негативный эффект. Они слишком какие-то химические, их слишком много, они чересчур яркие. И вот у вас, вот лишь что у меня, вызывают какие-то ассоциации с детством, когда тоже там была куча всякой, появилась у нас на рынке всяких недорогих штук, жвачек там и всего прочего. Поэтому, скорее, вот какие-то такие отсылки. Ну, да, это типа вишня, но она такая прям очень приторная какая-то. Такое впечатление, что напиток суперсладкий какой-то. Ну, я понимаю, что это никакого отношения к тому не имеет тому, что мы на самом деле сейчас увидим в нем. Это просто аромки, которые здесь вообще живут отдельно своей жизнью. Они никак не участвовали, так сказать, в приготовлении этого напитка и все прочее. Ну, давайте пробовать. Здесь еще больше сладости ощущается. А тема, кстати, один в один. То есть идет тут немножко какой-то пивной основе, немножко она вот такая вот кисленькая, как будто какой-то фруктовая. И сахар вот этот вот накатывает. Плюс еще вот эти аромки. Но лично мне по вкусу они, кстати, очень похожи. Немножко отличается именно финиш. Где чуть больше сахара подкатит, где чуть меньше. Вот здесь чуть меньше для меня лучше. Вот этот должен быть, по идее, немножко другой. Этот лично мне совсем не интересен. Он еще более, на мой взгляд, сладкий, чем этот. Ребят, короче, посмотрел в последнем пиве. Здесь у нас ароматизатор пищевой лимон лайм и ароматизатор пищевой мята. Тоже указаны. Вот. Открываем. Но я так понимаю, это, кстати, может быть связано с тем, что вот этот более позднее появился. И там даже с ароматизатором ребята не определились. И, может, добавляют то из того, что есть. Не знаю, есть ли у Эссе другие вкусы. Ну, честно сказать, особо не скажу, что мне это суперинтересно. Потому что для меня это вот, ну, реально такая какая-то разовая данная акция. То есть, я их точно не буду покупать уже по тем причинам, по каким я говорил. Но чисто вот с точки зрения именно питья они не доставляют вообще никакого дискомфорта. То есть, пьются они вполне себе прикольно. Какое-то даже такое фруктовое ощущение немножко оставляет. Как будто взрыв фруктов. Какой-то скитлс может быть что-то такое вот. Именно вот эта вот кислиночка такая напоминает. Какие-то вот такие вот темы в целом очень пить это можно. Единственное, что я говорю, что у меня немножко другое, как бы, другие именно предпочтения в пиве. Мне в целом больше нравятся именно классические какие-то сорта. Такие как немецкие хеффи-вайтены или простые там пилснеры, ябролагеры, что-нибудь из этой области. Или те же стауты мне нравятся. Ну, вот. А вот какие-то такие темы сладковатые чересчур. Это все-таки уже не совсем моя история. Ну, смотрим, главное, что у нас здесь. Ну, да, здесь, конечно, сразу так. Мятный такой аромат. Вот это мне напоминает больше жвачку, да, вот взять. Я покупаю вкусную жвачку, сладкая мята. Но сладкая мята, она помягче немножко дает ароматику. Вот именно когда ты ее в рот закидываешь, начинаешь ожевывать, и у тебя вот, ну, идут же вот эти вот все тоже вкусы, ароматика начинает ощущаться. Как раз она в нос идет. И вот очень схожие ощущения. Ну, только если взять не сладкую мяту, а то что-нибудь более покрепче. Вот будет прямо так. Именно из мяты. Ну, в целом, арома, наверное, для меня здесь самая прикольная. Потому что вот эти сладкие какие-то совсем уж с уходом куда-то в сладкие какие-то детские там воспоминания про жвачки или какие-нибудь юпи, это уже, мне кажется, чересчур лучше с жвачку. Ну, давайте попробуем. Ты знаешь, что дел? Тоже, естественно, она сладкая, на самом деле. Хотя она немножко вот выглядит все-таки немножко по-другому. Если вот эти двое по вкусу прям вообще очень похожи. Это тоже сладкая. Тоже в ней есть вот эта все-таки кислинка. Но здесь вот это вот финиш такой, как мятный такой, немножко вот аптечный может быть, какой-нибудь такой мятно-аптечный. Да, как будто вот мяты, да, нарвали там, я не знаю, какие-нибудь повязки может быть делать там или что-нибудь такое. Какая-то такая тема непонятная. То есть мятно-аптечный финиш, он вроде как немножко скрывает, по идее, эту кистоту, ну, не кисто, сладость. Но все равно она вот накопительный такой эффект имеет. В общем, я, наверное, если мне там было лет, там, 18, допустим, да, мне, в принципе, наверное, заходили бы какие-нибудь такие темы. Я не скажу, что да, наверное, вот именно примерно в тот какой-то возраст, там, 18-20 лет. Чисто может быть именно молодежный, когда нет там денег особо, 70 рублей, в принципе, можно найти 6-5 на алкоголе. Вполне себе неплохо, типа там пару бутылочек взял и как раз нормально, в принципе, для того возраста. Ну, чисто сладкие, на самом деле сладкие, вот эти аромы отпугивающие, такие дела примерно. Интересно будет узнать ваше мнение в комментариях. Пишите, что вы думаете про эту, как давно, может быть, вы ее последний раз пили. Если у вас, может быть, желание освежить, так сказать, в памяти, как это пиво на сегодняшний день пьется. Я вот освежил, и теперь мы его снова откладываем в долгий ящик. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Кто хочет поддержать мой канал финансово, переходите, подписывайтесь на Boosty. Там куча уже роликов вышла. Очень буду рад, если кто-то захочет меня там поддержать. Соответственно, всем, ребятам, спасибо также, кто поддерживает меня на стримах. Кто хочет поддержать мне финансово, можете перейти и подписаться на Цент, посмотреть. Там какие-то видео за это тоже, ребятам, всем отдельное спасибо. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.